В правилах дорожного движения черным по белому написано Перевозка детей должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств соответствующих весу и росту ребенка или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности Про иное удерживающее устройство разъяснений нет Но речь идет о бустере и адаптере ремня безопасности Отсутствие же в машине автокресла не повод быть оштрафованным А вот что безопаснее для ребенка, другой вопрос Именно детское удерживающее устройство спасет, убережет ребенка в случае резкого торможения либо какого-то удара Причем будь то удар лобового столкновения, либо боковое столкновение, либо же опрокидывание автомобиля В Нижнекамске вероятность быть оштрафованным за использование не автокресла, а другого средства велика Как нам сообщили в ГИБДД, сотрудник сам решает, безопасна или нет данная конструкция Правда, можно оспорить это решение в суде, если вы с ним не согласны Но, как показывает практика, автокресла выбирают и водители Это устройство позволяет ребенку уцелеть даже в серьезных ДТП Если честно, я даже, не знаю, затрудняюсь ответить Ну, в принципе, кресла, они намного безопаснее, я так считаю Сколько у вас детей и сколько им нет? Двое детей, одного 4 года, второму 6 месяцев А что вы используете? Автокресла, автолюлька и автокресла Они у меня всегда пристегнуты, всегда в креслах С начала года в Нижнекамске произошло 3 ДТП с участием детей В машине без детского удерживающего устройства пострадала девочка Она получила серьезные переломы Детское автокресло – это не цена вопроса Это цена жизни и здоровья ребенка Анастасия Попова, Максим Липин, Новости НТР